Half-Life, Metal Gear Solid, Need for Speed, Singularity, Принц Персии, а также за кем шпионят секретные агенты и как заложить лихой вираж прямо у себя дома. Это и многое другое прямо сейчас в Виртуалити. Привет! Радуйтесь, фанаты вселенной Half-Life! Недавно стали известны подробности долгожданной игры Half-2, эпизод 3. И об этом наш сюжет. На выставке Е3 стали известны детали продолжения Half-Life 2. Третий эпизод этой великолепной саги, которой геймеры ждут уже без малого 3 года, похоже, вышел на финишную прямую. В сети уже появились предполагаемые скриншоты игры. Судя по ним, нас ожидает прямое продолжение второго эпизода. Напомним, что главный герой серии, молчаливый ученый Гордон Фриман, в компании с очаровательной помощницей Алекс, противостоит планам пришельцев по порабощению населения Земли. Но на самом деле там все гораздо запутаннее. В заговоре замешаны Вартигоны и таинственный человек с портфелем G-Man. Мы надеемся, третий эпизод прольет свет на эту странную и увлекательную историю. Правда, о его выходе пока ничего не сообщается. Но, впрочем, к этому мы уже привыкли. А ведь совсем недавно разработчики этой игры утверждали, что все их силы брошены на создание головоломки Portal 2. Получается, что врали они нам. А вот японец Хидео Кодзима скорее сделает тебе харакири, чем обманет фанатов придуманного им сериала Metal Gear. А игра Metal Gear Solid Peace Waka полное тому подтверждение. Наконец-то долгожданный шпионский экшен про одноглазого Снейка и его команду вышел за пределы родной Японии. В этой игре для карманной PSP есть все, что так любят фанаты серии Metal Gear. Секретные мессии, куча всевозможных гаджетов, лихо закрученный сюжет, симпатичные напарницы и, конечно, гигантские роботы. Кроме того, приятным нововведением стал режим совместного прохождения и интерактивной заставки. А для самых требовательных геймеров разработчики добавили знаменитую японскую поп-певицу. Ну а суть игры по-прежнему не изменилась. Проникнуть на вражескую базу, извести всех врагов, помочь друзьям и сразиться с огромным роботом. А вам пышется черта необычного? Ну тогда попробуйте пошпионить за очаровательной красоткой на морском берегу. Иди к удачу, я Снейк, иди к папочке. Удач, мужик. Между прочим, продажи Peace Walk'а только в Японии перевалили за 700 тысяч копий. Неплохо для игры, вышедшей только на PSP. Кстати, производство фильма по серии Metal Gear идет полным ходом, и автор обещает удивить даже самых преданных фанатов. Надеюсь, что приятно. А вот фильм с героем нашей следующей игры уже вышел, и даже больше, собрал в прокате 300 миллионов долларов. С опозданием на пару недель принц Персии и его забытые пески добрались и до персонала. Но стоит ли радоваться по этому поводу? Стоит. Во-первых, здесь снова появится возможность отматывать время назад, а это, согласитесь, прикольно. Во-вторых, принц владеет простейшей магией и сжет огнем врагов не хуже пироманьяка. В-третьих, толпу противников теперь действительно можно назвать толпой, а не жалкой кучкой. Конечно, история о том, как принц помогает своему невесте, откуда нарисовавшемуся врату, притянута за уши. И, скорее всего, выход игры был приурочен к премьере фильма «Принц Персии». Но персидский наследник престола по-прежнему бодр и весел быстро. И если консольщики уже устали от подобных экшенов, то писишникам он только в радость. Ну, когда еще у вас в подчинении окажется целый будущий король? «Принц» появился на персоналках всего через две недели после выхода консольной версии. А вот порта нашей следующей игры компьютерщики ждут больше полугода. Игра «Дарксайдерс» выйдет лишь в следующем месяце. В июле компьютерщики получат свой апокалипсис вместе с выходом компьютерной версии экшена «Дарксайдерс». В этой постапокалиптической игре можно поиграть за войну. И как это? Да очень просто. Ведь война — это один из четырех всадников апокалипсиса. Очень крутой чувак с огромным мечом, горящим взором и непростым характером. Но, к сожалению или к счастью, людям он уже не страшен, ведь их истребили орды демонов во время Армагеддона. Теперь эта нечисть заселила полуразрушенных городов. А война во время всей этой бучи потерял память. И теперь ищет ее, допрашивая и убивая различных неприятных тварей. В общем, как говорят игровые журналисты, «Дарксайдерс» — это крепкий середнячок, и PC-версия вряд ли затмит новые похождения принца. Хотя, чем черт не шутит, если его война за хвост крутит? А тем временем стали известны детали новой части гоночной серии Need for Speed. То, что эта игра только многопользовательская, уже ни для кого не секрет. Но вот информация о том, что она будет бесплатной, это настоящий подарок геймерам. Правда, халява распространяется только на первые 10 уровней, а потом все, придется раскошелиться. Но если вы еще сомневаетесь, играть или нет, смотрите наш сюжет. Легендарная гонка выйдет в офлайн 20 июля. Need for Speed World очень похож на старый добрый Most Wanted с расширенным сетевым режимом. В вашем распоряжении целый город, где сотни таких же, как великих водителей, ищут приключений на свой бампер. Здесь можно и погонять по улицам, устроить заезды на лучший дрифт, а если хотите шокировать всех своим прокачанным авто, заезжайте в гараж. Конечно, такому тюнингу вряд ли удивятся участники шоу «Тачка на прокачку», но нанести 8 слоев винила на крылья и капот можно запросто. Никуда не делась и фирменная нитко-спитовская ускорение «Нитро», и на сладенькой, конечно, полицейской погоне с заманиванием во всевозможные ловушки. Именно за это многие полюбили Most Wanted. Ведь что может быть лучше для лихого водила, чем одурачить парочку копов? Только обгон по встречке. Российские фанаты Need for Speed в ожидании выхода новой части не сидят сложа руки, а проводят чемпионаты по своей любимой игре. Как раз об одном из таких виртуальных состязаний наш следующий сюжет. Недавно в известном компьютерном клубе прошло мероприятие, в котором настоящие стритрейсеры гоняли на виртуальных машинах в Need for Speed вместе с обычными геймерами. Сегодня у нас здесь, в клубе Кликнет, проходит уникальный турнир, называется Смотр Racing Cup. Собственно, турнир устроен специально для пользователей автомобильной социальной сети Смотр.ру. Сегодня все они приехали сюда и пытаются выяснить, кто из них самый быстрый в рамках турнира по Need for Speed. И пока суровые гонщики выясняли, кто из них самый быстрый и ловкий, мы обратили внимание на то, что некоторые из участников оказались участницами. Ну, я увлекалась игрой Need for Speed давно достаточно, и решила попробовать свои силы среди таких вот гонщиков. Настоящие стритрейсеры, как и положено истинным джентльменам, пропускали там вперед по турнирной таблице. Хотя, возможно, это было связано с тем, что они все-таки больше времени уделяют настоящим гонкам. Ну, наверное, в связи с тем, что я больше езжу в реальной жизни, лучше получается там ездить, потому что в виртуальной жизни я уже, наверное, ну, года 3-4 я не играл, и сегодня вот первый день приехал на этот этап. Ну, а сразу после виртуального турнира стритрейсеры рассредоточились по своим прокачанным тачкам и устроили Need for Speed на московских улицах. А теперь немного странностей. Если вы хотите, как герои предыдущего сюжета, тоже лихо заложить вираж, совершенно необязательно выходить из дома. Вот посмотрите, какое кресло для виртуальных гонок разработали народные умельцы. Удержаться в нем за рулем все равно, что оседлать дикого скакуна. Смотрите, как колбасит этого чувачка. Так, вы еще не успели получить права. Или наоборот, у вас уже их успели отобрать? Всегда есть шанс полихачить прямо в своей комнате. Главное, не вывалиться из этого агрегата. Это, конечно, не выпрыгивание из автомобиля на скорости 200 км в час, но тоже, знаете ли, может быть весьма болезненно. Далее в виртуалити. За что американцы отправили на каторгу и как научиться управлять своим временем. С вами снова в виртуалити. В этой части программы мы берем синие ведерки, одеваем их на головы и едем в гости к игровым разработчикам. У них в офисе мы начинаем бегать и врезаться во всех подряд до тех пор, пока они не расскажут нам все о своих играх. Но на самом деле, как только они видят синее ведро, сразу уступают нам дорогу, видимо, уже научены горьким опытом. Итак, сегодня мы отправляемся в Америку к разработчикам, которые сумели подчинить время в игре Singularity. Мы всегда знали, что русские ученые создавали самые гениальные изобретения. Но вот иностранцы почему-то все время стремились принизить значимость российской науки. Пора нам доказать, что наши разработки самые передовые. И пусть даже для этого придется превратить в враг целые города или остановить время вокруг себя. Как это и делает главный герой шутера Singularity. Но сначала отправимся в Америку, в дикое местечко Миддлтон, штата Висконсин. В этом небольшом городишке проживает всего 20 тысяч человек. И, глядя на их дома, невольно вспоминается выражение «одноэтажная Америка». Неудивительно, что в таком маленьком городе все все про всех знают. Но никто на это не обижается, а некоторые даже называют Миддлтон «городом хороших соседей». Также здесь располагается пивоваренный завод, выпускающий 22 тысячи бочек пива ежегодно. Возможно, именно поэтому в Миддлтоне обосновались разработчики студии Raven Software. За свою 20-летнюю историю эта компания разработала 27 игр, большинство из которых знают и любят геймеры. Взять хотя бы кровавую стрелялку с расчлененкой Soldier of Fortune, четвертую часть знаменитого Квейка, или даже новое воплощение игровой классики прошлогодний шутер Wolfenstein. А одной из последних работ Raven стала игра по мотивам блокбастера «Люди Икс» «Росомаха», которой они уделили много времени. Мы старались сделать оригинальную игру в духе фильма. События ее не просто повторяют кино, а дополняют и проясняют многие моменты. Мы также привлекли к созданию игры актеров из фильма. Я работал над игрой и фильмом одновременно. Надо сказать, что я кое-что подсмотрел у ребят из Raven и попросила режиссера добавить эти моменты и фильм. Но разошлась игра тиражом всего около двух миллионов, и это побудило компанию вернуться к любимому жанру шутеров. Так уж случилось, что мы делали игры в кем-то уже придуманных вселенных, будь то «Люди Икс» или «Звездные войны». А нам хотелось создать свою собственную игровую вселенную, и тогда мы впервые подумали о Singularity. Мы задумались создать альтернативную историю — мир, в котором продолжается холодная война между СССР и США. Главным игровым элементом нашего проекта мы сделали манипуляции со временем. Разработчики из Raven нафантазировали, что советским ученым удалось разработать устройство, позволяющее управлять временем. Но вот воспользоваться им наши соотечественники не успели. Главного идеолога проекта застрелили прямо на презентацию устройства бывшей коллеги, и удивительный девайс увезли в странное место — сибирскую научную базу под названием «Катерга-12». Чтобы придумать такой сюжет, нам пришлось постараться. У нас было несколько сценаристов, и они постоянно с нами советовались, сможем ли мы сделать в игре такую штуку или нет. Это очень необычная история. Она начинается с того, что на эту базу, «Катерга-12», попадает американский пилот Натан Рэнко. Причем действия происходят как бы в наши дни, и база заброшена. Но Нейтон встречает там нечто такое, что сильно меняет его жизнь. Уж этот я вам обещаю. Как это ни удивительно, но таинственный аппарат, управляющий временем, уцелел и преспокойно дождался Нейтона. Более того, пришелся ему по размеру и отлично смотрится на его руке. Но едва Рэйко активировал устройство, как вокруг него начались аномалии. Мы хотели, чтобы игрок почувствовал себя прямо в научном фантастическом фильме. Но не там, где лазеры всякие там, пыщ-пыщ, а чтобы вот с ним происходили всякие странные вещи. Он попадал в искривление пространства и времени. Более того, он сам эти искривления и вызывает. Одно из главных наших задач было полное погружение геймера в атмосферу игры. Для этого мы искали в интернете фотографии из советских научных лабораторий, смотрели советские фильмы, изучали вашу историю. Мы старались сделать каторгу 12 таким местом, увидев которое каждый сказал бы, это действительно настоящая каторга. Тем не менее, мы с вами всегда сможем придраться к странным надписям на непонятном русском языке или повозмущаться, что советские солдаты опять в шапках-ушанках пьют водку в обнимку с мельвением. Но вот почему придраться нельзя, так это к дизайну оружия. Он получился действительно оригинальным. Оружие — это то, чем мы особенно гордимся. Кроме обычных для шутеров пулеметов-автоматов, у Нейтана есть уникальный девайс, который мы, долго поразмыслив, назвали «штуковина, управляющая временем». Это его самое грозное оружие. Он может мгновенно состарить врага раз, и перед вами дряхлый скелет. Или наоборот, восстановить давно разрушенный мост и пройти по нему в секретную комнату. Но мой любимый прием — это замедляющее поле. Выстреливаете таким в толпу врагов, и они замирают. И спокойно расстреливаете их всех из автомата. Потом время запускается — бац, они все уже мертвы. Кстати, временным парадоксом подвержена вся научная база. Поэтому Рэнко будет мотать по временным коридорам из нашего времени в 50-е годы и обратно. Соответственно, эпохи изменится и внешний вид каторги 12, и сами ее обитатели. Мы словно сделали две разных игры. Сначала создали декорации целой научной станции, потом искусственно их состарили. С врагами было проще, но тоже попотели. Огорчает одно. Как и в большинстве западных шутеров, российские, а в данном случае советские военные, опять представлены в виде противника. Но с другой стороны, все-таки американцы признают, что наши научные достижения и наша мощь до сих пор не дают им спокойно спать. И даже если один военный летчик навел шурупу на целой научной станции, мы с вами прекрасно понимаем. Это не от того, что база плохая или наши солдаты слабаки. Просто эта штуковина, управляющая временем, очень уж хорошая. А проверить, насколько она хороша, вы сможете в конце этого месяца, когда Singularity выйдет на консоли и PC. Ждать недолго. А если еще ускорить время супер-девайсом, так и вообще раз и сяп. Хорошая штука — управление временем. Никогда никуда не опоздаешь, обо всем будешь знать заранее, ну и в драке может помочь. А в следующий раз мы отправимся на крупнейшую игровую выставку E3. Далее в Virtuality. Как спастись от Буратилло и что такое настоящая ярость. Это в Virtuality. Мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров. Они получили от нас три игры, в которые можно порубиться на вашем любимом компе. А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала знакомьтесь. Константин Подстрешный — легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра StarCraft. В играх больше всего ценят Баги и Фраги. Игорь Белкин. Выпускающий редактор портала Лента.ру. Играет с 1996 года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценят Смерть и Разрушение. Илья Мэдисон. Редактор портала Рутью Пру. Играет с 1996 года. Любимая игра Метрон. В играх больше всего ценят Крэш и Угар. Итак, первым в руки наших геймеров угодил боевик «Коллапс Ярость». Обложка предлагает расчлененку, возможность прокачивать навыки и режим ярости, в котором герой разрывает врагов на куски. Слово геймеров. В игре «Коллапс Ярость» землю постигла страшная аномалия. Из-за какой-то там хрени славный город Киев превратился в прах и говно. В каждой хоклятской игре разрушенные города, апокалипсис. В это еще и герой с дредами, что тоже очень сильно угнетает. Эта игра, я считаю, порочит мать городов русских. Киев. Столица Украины. Там вовсе не такой «Коллапс». Да, местами не убрано, но не то, что мы увидим в игре. По обратившемуся в прах и говно Киеву, бегает Децл с дредами, размахивает мечом и стреляет из дробовика. Главный персонаж непременно испытывает ярость. Как только ярости набирается достаточное количество, игроку становится плохо видно, что происходит на экране. Происходит там, судя по всему, что-то кровавое. Вообще в эту игру напихали столько всего из разных игр, что иногда главой идет кругом. Враги из Dead Space, главный герой — Децл. Сама механика игры напоминает Gears of War и какие-нибудь файтинги унылые. Сражение с киевским «Динамо» загримировано под финальную битву с боссом. Кстати, сама драка безобразным образом подсмотрена в таком древнем хите, как Дюк Ньюкер. Честно говоря, хочется, чтобы разработчики придумывали что-нибудь свое. Хотя, возможно, в таком унылом жанре это и достаточно трудно. Посоветовать игру «Коллапс. Ярость» я могу всем любителям Децла. Йо, чуваки, ваш кумир на экране снова. Второй игрой, попавшей под раздачу, стало приключение «Буратилло идет по следу». В нем, как уверяет обложка, играя за главного персонажа, вам предстоит разгадать тайну пропажи учеников школы, беседуя с забавными персонажами в красочных локациях. Что на это скажут наши геймеры? «Буратилло идет по следу». Но если кто-то купит игру с таким названием, то я уже удивлюсь. Мне кажется, что надо врачей психиатрических ставить рядом с прилавком. А если человек подходит и говорит «Нет, Буратилло идет по следу», его надо сразу избивать, закутывать в рубашку, чтобы он больше не делал глупостей и отвозить в больницу. Если честно, ребята, вы меня за***ть заставляете играть во всякие квесты, и поэтому мне очень сложно каждый раз находить новые слова для очередного трэш-квеста. Самое шокирующее, что есть в игре «Буратилло» — это то, что она оказывается создана в содействии с фондом «Башкортостан без наркотиков». Главный герой на протяжении всей игры ходит голый, но при этом член у него находится на лице, а не там, где должен быть. Понимаете, мы все рассказываем об этой игре, хотя никто ее не прошел. Ведь может, там внутри есть глубокая интрига. С одной стороны, я понимаю, что вроде бы, наверное, скорее всего, это говно, но с другой стороны, господи, это такое веселое говно, что в него не жалко рубить час другую. Я даже не понимаю, для кого она сделана. Для взрослых тогда это не смешно. Для детей тогда это слишком пошло и глупо. Игру «Буратилло» можно посоветовать всем дуримарам из «Башкортостана». Посоветовать игру «Буратилло» я могу всем любителям квеста «Петька и Василий Иванович спасают галактику», если таковые еще остались живы. Ну и напоследок гонка «Блёр». Ее красочная обложка предлагает игроку устранять противников с пути при помощи мин, импульсов, электрошока и молний. Что думают по этому поводу наши геймеры? Игра «Блёр», несмотря на кажущееся неприличное название, она достаточно прекрасная. Еще одна аркадная гоночка, в которой можно сделать подлость соперникам по трассе. Очень порадовал режим разделения экрана, то есть теперь можно собраться за компьютером, взять по бутылке пива с другом и в пьяном угаре гонки пролить все это пиво на клавиатуру. Первым делом игра «Блёр» лезет в социальные сети и говорит «Смотрите, ваш знакомый уже играет в такую клевую игрушку, давайте все к нам». И те, у кого есть тоже игра «Блёр», могут к вам присоединиться и вдоволь погонять по трассам, позбивать друг дружку. Это еще забавнее, когда вызываешь на дуэль какого-нибудь своего друга, потом несколько раз впечатываешь его в стену и слушаешь потом по тимспику все, что он о тебе думает. Настоящий угар. Прошли сплитсек, играйте в «Блёр». Не прошли сплитсек, в «Блёр» пока не играйте. Посоветовать игру «Блёр» можно вообще практически всем. Игру «Блёр» можно смело рекомендовать всем фанатам группы «Блёр». Я думаю, что игру «Блёр» можно посоветовать практически всем, кто любит развлекаться, кто любит гоночки, кто любит ненапряжно проводить время за компом. Это действительно неплохая игра. Играть в это или нет, решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться еще с тремя играми. Также мы отправимся в Шотландию к разработчикам игры APB. Злые роботы, добрые ковбои, писатель, который боится темноты и снайперы, которые любят трэш. А также рассказ о долгожданной «Мафии 2». Это только начало. Стэндбай. Субтитры создавал DimaTorzok